всем привет друзья идем в поисках чаги сейчас по реке пройду километров 5 до заброшенной деревни покажу вам деревню заброшена и потом по другой стороне в обратную сторону уже пойдем до избы дойдем там за ночью наверное целый день прогуляю так что всем приятного просмотра прошлый раз то что чагу набрала насушится на 2-3 мешочка на так маленькие кусочки попадались там очищется мало чего сами со дня сегодня надеюсь какой-нибудь смаченный кусок попадется килограмм на 2 сейчас надо спуститься как-то с горы тут там река находится к реке спуститься на зиму застряла Да, по колено. Лисы, наверное, следы небольшие. На улице сегодня не холодно, а где-то минус 10 было. Это что за дерево? С такими шишечками. Вот такие вот 4 штуки толстенькие. Там он тоненькие. Я все липаю, еще хожу, смотрю еще. У меня почему-то и такие вот, как у березы, пачечки есть. Или это уже новые. И вот такие вот шишечки. Что-то я не знаю, что это за дерево. А, вот наropriать ееulenку. И вот, что-то заплатил в дерево в correlateях людей. Прямо… marcเคи на открытии с varsa, Всем гармония не Perая ir ко altogether. Сп wartой. Стой крути. Прямо. Д autismом и ради Дон brand. Мыв interior зд bowис. Прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Не обязательно же иметь избу, землянку. Просто вот так вот выбирайтесь на природу. Сосисок, пожарьте мясо. Вот такая вот красота. Рюкзак оставил на реке и стал тащиться с ним. Киометра два назад еще его скинул. Припятал. Поднялся на гору. По лесу еду, не по реке. По реке там вообще один сосняк только. Здесь хоть какая-то береза попадается, смотрю. Но походу тоже без перспектив не уйти к тивняк. Или как его там. Перспектив, короче, нету. Береза есть, но без чаги. С палочкой. Где-то лучше. Спустился на лифт. Вот и заброшенный поселок. Видняется. Опа. Упал. Упалка не спасла. Никого не отвырали. Вот такой домик тут разрушенный. Он еще стоит. Ну, бревна, в принципе, еще постоят, походят. Так-то. Табличка главная. Новая. Почти что. Вот здесь вот какие-то постройки. Ой, блин. Новые. А так тут никто не живет. Может, приезжают иногда. Вот, конечно, пустые летом были. Я приходил сюда летом. Смотрел. Второй раз сейчас прихожу уже. Вот этот дом разоренный. Капец, блин, ребята. Думал, камера записывает. Ходил там, болтал, болтал, показал. Она, видимо, долго не может снимать. И все кадры испортились. У меня есть. Когда. Прошлым летом, но я ходил. Кадры. Так что их, наверное, сейчас вставлю. Посмотрите. А я пока выдвигаюсь до избы. Почти еще далеко. Да. Интересно. Там тоже более-менее живой домик еще. Такой домик. Но нет колодец. Дороги я тоже не вижу. Там вот такие тоже добротные постройки. Вот одержали, видимо. Давайте посмотрим, здесь что-то. Опа. Так, тут у нас дровишки. Мотыга. Разрушена печка. Металлокопатели повыдергивали двери. Что это такое было? Сложена ямка, может какая-нибудь была. Голубец. Вот это еще как-то никто не забрал. Такая вот картина. Картина. Аленушка. Склонилась. Ну и все. Ну, уже все-таки начало гонять. Ну, потолки вот такие вот низкие. Смотрим. С Новым годом. В 2013-м кто-то повешил. Вот такой вот домик. Ну, все, там особо больше ничего интересного нет. Мало еще где сохранились. Вот эти вот. По сбору. Сосновой смолой воронки на деревьях. А здесь еще сохранились. Вон, вон. Вон там еще три штуки, четыре. Вот так вот раньше собирали. Здесь зарубка поставили. Потом сюда. Вот так вот несколько раз. Раз, два, три. Шесть раз снимали с него. Ну, деревьям, как видим, это не вредит. Живут себе дальше. Растут. Вот здесь почти целая воронка. Раньше много их видел, но на деревьях ни разу не видел. Первый раз. Вот здесь. Ах. Ах. Многие спрашивают, как я зачищаю. Чагу завариваю. Много разных способов, кто как заваривает. Я лично завариваю вот так вот, сейчас покажу вам. Взял с собой специально такой кусочек чаги, уже подсохший. Кору снять сейчас надо будет. Обычно вот такими кусочками рублю, когда на продажу. И вот, где-то вот такие два кусочка хватает на стакан, 200 миллиграмм получается. Но я завариваю сразу чайником, так что кидаю там штук 5 таких, 6 на чайничек. Примерно такой. И вполне хватает. Заваривать её раза четыре можно, пять. Ну я четыре раза завариваю. Потом уже как бы она такая светлая становится, не очень насыщенный вкус. И пользы на я нажимал остается. Сильно мелко, смысла тоже не вижу её колоть. Она и так в принципе хорошо заваривается. Так что, который там порошок продают. Это специально продают, чтобы всякую чепуху туда засунуть тоже. А не для того, чтобы она лучше заварилась. Я и большими даже кусками заваривал. Вполне хорошо она напитывается. Полностью пропитывается. Так что, кусковой, если что, всегда покупаете. Варить ничего не буду. Поел уже каши из банки гречневой. Сейчас яичко сварю на утро, да и всё. Два кусочка кидаю. А потом останется. Ну и примерно стаканом заливаю. Пусть заваривается. Минут 20 хватает. Ну вот, минут 20 прошло. Налию в такую чашечку, чтобы видно было, какой цвет. Вот такой вот средненький цвет. Цвет у меня. Можно по ядре они, конечно, заваривать. Но средний такой. Доброе утро. Ребята. Спасибо. Избушка. Спасибо. Я хочу. Смотрим. Смотрим. Небольшой снежок едет сегодня. лыжи подтерлись походу на смазывается заново уже хуже едут вчера много прошел сегодня немного похожу километров 5 наверно пройду в другую сторону что найду то найду может попадется какой-то такой смачный кусок килограмм на 5 сразу красивый рассвет ну да но все время так можно целый день проходите ничего нет не найти а можно но так вот на ось зайти в лесок особенно это работает когда идешь не за чагой просто так идешь к ну зачем не там грибы собираешь или ягоды и и дофига попадается вот можно целый день проходить ничего не найти а можно зайти на обум и сразу там килограмм 23 набрать вон она дорогая моя есть кусочек неплохой рюкзак там оставил чтобы не таскаться думаю это вдруг ничего не найду точить лишний груз на обратном пути все равно туда мне в сторону города возвращаться взял пакет с пакетиком лучше похоже пособираю так что есть начало есть друзья уже настроение поднялось посмотрим здесь стоит должна быть здесь хорошие места кстати говоря что трутовики тоже собирают продают пьют не значит не слышал чтоб их пили кто знает кто-то может пьет так и напишите для чего их от чего пьют не слыхал такого на этой неделе занимался нардами на заказ также в свободное время нарезал подставки по чайной пакетике домики называть всякие разные на вкус и цвет чтобы был как говорится так что сейчас увидите небольшой обзорчик вот такая вот работа ребята проделана на этой неделе это с прошлой неделе осталось панно тоже на зоне есть остальные все разобрали вот такие вот подставочки под чайные пакетики здесь с плетенкой со всех сторон везде отклеено все тканью чтобы аккуратнее красивее смотрелось с таким узорчиком на всякий на вкус и цвет чтобы было всякие разные такая вот все они будут на озоне на момент публикации ролика можно будет найти по ссылочке в описании эту доделаю тоже светлее светленькая обклеить донышко ставить осталось также на родишки нарезал но уже их отправил и будет иконка еще у нас тут на заказ тоже делаю делал такие вот пакетики во все они входят с одинаковыми размерами пачка таких пачка такого чая влазит так что ладно что пишите по заказам ссылка в описании тоже вконтакте а это все на озоне смотрите ребята смотрите ребята нормальную тягу чтобы полезные полезные вещества только внутри вот это вот сверху счищается черное только вот эти коричнево остается потом так же кара вся убирается но это я так чищу которая к дереву прилегала сторона вот здесь тоже счищается почти что до черного ой до коричневого здесь мертвого дерева присутствует а которые продают полностью перемотал порошок такой в мелко перемолотую чагу они перемалывают вот это все с подряд ничего не чище не чистя и половина там мусора получается поэтому еще раз говорю что покупаете если покупаете только кусковую чтобы видно было что это нормально тяга салон нет еще один салонцы есть почему-то сюда здесь не вижу нет барана нет вы же даже нету с осенью видим еще лежит как-то немедленно вылизывают блин как жалко что это живая сосенка была бы мертвая я бы забрал нифига первый раз вижу за крючку такой я ее закорючила чуть не узлом завязалась прикольно такую бы я с радостью забрал уже целый час брожу хожу галяк как в лесопосадках вот так вот всегда найдешь и потом можно полдня еще ходить безрезультатно сразу на месте почистил большое дома и меньше мусорить было дело раньше ходили на продажу собирали чернику землянику и на базаре многие некоторые люди говорили почему так дорого вы же типа я не советую не садили не ухаживали за ней просто просто пришли на собирали все почему такая цена дорогая вот сами бы хоть раз попробовали прижи пришли надо сперва хрен за на сколько метров пройти к этим ягодам потом весь день проползать на коленках с ведром с этим но собирать эту ягоду с комарами с паутами с мошками и потом обратно еще с этим ведром хрен за сколько метров километров по 5 в лес уходили за этими ягодами ходили бы хоть раз сами насобирали я думаю потом бы у них не было больше таких вопросов почему так дорого вот найти бы облепленной чагой березину шикарно было было бы вот это капа надо запомнить . на поставлю сразу вон сколько маленьких таких таких хош и средние и маленькие снежок какой-то пошел он все падает и тает сразу все короче ребята будут закругляться ну хоть какой-то все равно результат есть это килограммчик наверно набрал я думал вообще ничего не наберу попалась немного ладно так как погуляли надеюсь вы тоже отдохнули на свежем воздухе погулялись по зимнему лесу со мной вместе так что пойду рюкзак свой искать и выдвигаясь в сторону города всем спасибо друзья за просмотр удачи здоровья и до новых встреч я погулял хорошо конечно но они безрезультатно